Ну что, я переезжаю Сейчас я буду собирать все свои вещи, чтобы завтра перевезти их на новую квартиру И это ощущается очень страшно, потому что я люблю эту квартиру, очень сильно люблю И если бы у меня была возможность, я бы просто ее вот так взяла и перенесла бы в другую локацию Но, к сожалению, так не работает Небольшое пояснение Все это время я жила далеко от центра Петербурга А вся моя работа очень тесно связана с центральными районами Именно поэтому я в какой-то момент все-таки приняла волевое решение Найти и снять себе квартиру в центре, чтобы наконец-то не тратить по 2-3 часа на дорогу туда-обратно ежедневно И вот об этом этот влог о переезде в центр города Я буду по тебе очень скучать Спасибо за то, что ты мне дала, потому что Алла там не очень много Я сейчас плакать буду Ко мне приедет Так, так, взяла себя в руки Ко мне сейчас приедет Женя и Катя Они будут мне помогать со сборами Потому что я впервые в жизни переезжаю Ну ладно, не впервые в жизни Но в любом случае я как-то не очень понимаю, какие мне вещи нужно брать, какие мне не нужно брать Ну и просто так будет быстрее и веселее Поэтому они приедут Вот Такой план Собираться Женя! Здравствуйте! 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 Мне нравится Катя чисто на чиле. Они всё перетаскали. Вот так это выглядит. И ещё вот здесь пакеты. И ещё вот здесь пакеты. Всё это маленькими женскими ручками. Спасибо, Катя. Вот такими вот маленькими. Да. Спасибо большое, Катя. Спасибо, Женя. Люблю вас. Люблю вас. И ты всегда. Ладно. Всё, а теперь обратно в наши края. Вот если бы не локация, я бы здесь вообще всегда осталась. Мне всё очень нравится. Ну, я понимаю, что мне сейчас, чтобы у меня дальше развиваться, мне нужно поменять среду. Ну, это грустно. Что-то я расклеилась, девочки. Ну, ладно, справедливости ради ещё очень страшно делать такие масштабные... Ну, в общем, очень страшно завершать этапы, начинать какие-то новые в одиночку. Потому что, с одной стороны, это очень круто, что ты, ну, ты всё такая самостоятельная, ты всё это можешь делать сама или сам. Это значит, что у тебя очень много силы, у тебя очень много возможностей. Но иногда... Так, как-то... Так сложно. Можно ты человеком ненадолго станешь? Поможешь? И потом обратно? Ну, можно так? Пожалуйста. Если я так... Ой, пожалуйста. Если я так сильно переживаю из-за простого переезда из одного района в другой, то я вообще боюсь представить, как себя чувствуют люди, которые из других городов переезжают в... Ну, какие-то города побольше или поменьше. Блин, если вам тоже страшно, и этот страх прождают другие вот эти вот грустные и какие-то тяжёлые годцы, то просто знайте, что вы молодец, и вы со всем справитесь. И нужно просто немножечко перетерпеть. Вы сейчас бежите в марафон, и вам остался последний километр. Последний километр всегда очень схожен, но потом вы добежите, вам дадут медаль, вы сфотографируйтесь. И начнётся что-то новое, интересное. Нужно просто немножко потерпеть, потом будет полегче. А сейчас это очень страшно. Жесть, я как будто бы второй раз расстаюсь. Это что такое? Только здесь как будто у меня ещё больнее. Субтитры сделал DimaTorzok Лук пережатицкий. А это прическа, вы посмотрите на неё. Я уже запуталась, какая-то партия, но какая-то партия. Перерыв на маникюр. Ой, господи, боже мой, ещё чуть-чуть. Во второй день всё перетаскали. Осталось только забрать матрас и всё это расставить. Ай, цветы ещё, господи. Но цветы попозже, цветы, это не слишком сложно. Сложнее всего было понять, брать ли мне все свои плакаты с собой или нет. Но по итогу, как вы можете понять, я их всё-таки забрала с собой. Потому что я считаю, что, например, вот этот постер, который я нашла где-то в центре города, это произведение искусства. И, кстати, про искусство. Дебютовая карта Тинькофф Блэк стала произведением искусства, которое экономит и зарабатывает для вас. Оформите карту в дизайне картин Третьяковской галереи до 16 октября, и обслуживание по ней будет бесплатным навсегда. Картины — это, конечно, хорошо. Но есть ли у карты ещё какие-то преимущества? Конечно, есть. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнёров их список постоянно обновляется. Доход до 6% годовых на остатках по карте ежемесячно. Разумеется, кэшбэк приходит настоящими рублями, а не какими-то бонусами. Вам доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через систему быстрых платежей. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. Переходи по ссылке в описании, чтобы оформить карту Тинькофф Блэк в дизайне картин Третьяковской галереи и получить по ней вечное бесплатное обслуживание. Предложение действует до 16 октября, так что поспешите. Я в вас верю. Переходим обратно к переезду. Я всё ещё не знаю, куда всё это повесить. Когда-нибудь я с этим разберусь, но пока что это всё лежит у меня в пакете и ждёт своего часа. Пока я пытаюсь понять, куда мне засунуть все вот эти коробки пряжи, потому что у меня пряжи, оказывается, ещё больше, чем я думала, наводят на мысли некоторые. Плакаты позже. Плакаты позже. А вот карта Тинькофф до 16 октября. Мне кажется, что я не хочу. Я не говорю. Нет, наверное, санитарно. Мир вообще не начинает. Как нам? Я не вернусь. Плакаты позже. У меня себя на чем-то устало. Это слишком много. Ну, это нормально, на самом деле. Когда ты собираешь полностью всю свою жизнь, потому что малое количество вещей — это, знаешь, две вещи. Ты не полностью упакована, то есть у тебя отсутствует очень много вещей, и ты полагаешься на то, что они будут новые красивые. Как по большому счёту, я могла сюда приехать без посудки, посмотри без посудки. Но вот если бы я сезжала на собственную студию, ну, мне нужно было бы посудить, либо у тебя нет находит никаких интересов, потому что если есть интересы, то есть вещи. У меня одна только пряжа занимала две короткие. Факт, мне больше не было. Ну вот, то есть если бы этого не было, то, конечно, бы и вещей было меньше, но хорошо ли это? Полин, есть комментарии какие-то? Я больше не хочу плакать. Я надеюсь, что я больше не буду плакать на этом матрасе. Он очень хороший. Он такой же твёрдый, как у меня. Мне это нравится. Ой, Господи, можно меня вместе с ним просто вот так перенести туда, на квартиру, и всё? Я не хочу вставать. Блин, реально удобный. Скажи. Да. Ну, ну, схема надёжная, как швейцарские часы. Аккуратно. Вот я смотрелся. Ты шашкучився. Ммм, ты шашкучився. Ммм, ты шашкучився. Это была потная катка, честно скажу, я переехала. Я сижу на своем новом матрасе, в своих грязнейших белых носках, в которых я провела все эти три дня. И могу сказать, что все эти три дня были ужасно трудными. Что пятница, что суббота. Суббота самая тяжелая была. Что воскресенье. Было тяжело, было грустно, было очень стрессово. Я рыдал, как никогда не рыдал. Это сложный шаг, но он мне принесет миллиард положительных моментов в жизни. Поэтому это надо... Поэтому надо просто чуть потерпеть, чуть обустроить это пространство. Что-то я вообще расклеилась, друзья. Я думаю, что все будет хорошо, все будет нормально, все будет просто супер. Надо теперь все эти вещи быстро разобрать и надеяться на лучшее. Еще я второй день подряд почти не ем. Моя рппшная натура просто сейчас отрывается за все года. Моей психотерапии. Что-то на меня так смотрит. А, у нас же морозилка. Чертон回ançando. Кляжу. Бог здоровей. Кто-то следит. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Первый день в квартире проходит неплохо. На удивление, я очень хорошо спала. Я даже не знаю, с чем это конкретно связано. То ли у меня голова в правильную сторону лежит, то ли у меня матрас прекрасный. Кстати, за него еще раз огромное спасибо, Алене. То ли из-за того, что у меня постоянно не светит лампа от стройки в глаза. Я не знаю. Но спала я хорошо. Эту квартиру я буду снимать со своим соседом. Он переедет в конце этой недели, поэтому пока что ждем и живем одни. Вообще, мне начинает казаться, что стресс делает из меня шапоголика, потому что я снова заказала себе всякие украшения, и мне не стыдно. Я уже очень долго искала идеальные серьги, потому что то одни мне были слишком тяжелые, вторые были слишком незаметные, третьи еще какие-то. И вот, наконец-то, у меня появился идеальный комплект. Во-первых, это круглые серьги от Августа, потому что я, естественно, обожаю Август. Одна из них с хупом из зеленого кварца, вторая просто круглая. И они шикарные, они идеальные по весу, и они вот так смотрятся на мне. Так как у меня на одном ухе два прокола, я заказала еще моно-серьгу от Маниович Ам. Этот мишка Гамми сидел в моей голове уже очень долго, и я, наконец-то, созрела и заказала. Я решила не мелочиться и заказала еще и колье с мишками Гамми. И оно мне тоже очень нравится. Я не могу перестать его носить, мне кажется, оно суперски смотрится. Очень яркое, очень красивое и подходит под многие-многие-многие стили. Все это я заказала в Poison Drop. Это универмаг дизайнерских украшений, в котором можно найти украшения буквально на любой вкус. Из золота, серебра, платины с драгоценными камнями или полудрагоценными камнями. Ну а главный ювелирный тренд сейчас это стейтмент украшения из золота, покрытые цветной эмалью и с добавлением ярких камней. Отличный пример это бренд Love Lovka. Тонкие и невесомые украшения из золота, им не страшны вода, солнце, годы и другие неприятности. Одни минималистичны, другие дополнены яркими драгоценными или полудрагоценными камнями, чтобы выглядеть нарядно, когда захочется. Если же вы предпочитаете что-то более классическое, то вам подойдет бренд 3502. 3502 про женщины красоту. Это невесомые украшения с экстра тонкими цепочками, созданные по японской технологии. А еще у бренда есть ювелирный пирсинг. По моему промокоду POLINA вы получите скидку 10%. Он будет работать ровно неделю. Так что все ссылки на свои украшения и также на Poison Drop я оставлю в описании. Наряжайтесь и будьте самыми красивыми. Хотя вы и так самые красивые. Из-за того, что теперь я живу в центре, у меня есть отличная возможность утраивать всякие творческие вечера. И не только творческие, а любые вечера. Но я решила начать с творческих, поэтому сегодня ко мне придет Алена, и мы с ней будем вязать, смотреть какие-нибудь шоу на ютубе или посмотрим, может быть, фильм. Я надеюсь, что мы просто очень хорошо проведем время. Что со светом сделаем? Мне кажется, мы ничего не увидим, если мы его выключим просто. А может, тренд? Не кажется? Тогда ее надо повесить как-то. А, ну, о! Может так? Темно? Слушай, тогда вот так. О! Нормально? И все, как я не могу делать, очень-очень. Да. Не видим. Все, супер. Кайф. Так, показывай, что ты делаешь. Рассказывай. Так, сейчас покажу. Между прочим. Вообще, это первый удачный опыт смешения нитей. Потому что у меня до этого все получалось очень-очень. Е-мое! Весь опыт, который у меня был, он был вообще очень куцый. А получается, вот смотри как. Неплохо получается, на самом деле. А, о, ты так переэта. Нифига себе. Это зигзаги везде. Жесть! Причем зигзаги из-за того, что это по две, видишь, резинка по две, ряды по две. Они не выглядят прямо как зигзаги, но меня это, если честно, устраивает. А следующее, следующее изделие, я хочу сделать зигзаги, ой, эти, полоски по три. И там будет прямо галочки вот такие. Я предлагаю вообще сделать свой творческий мастер-класс. Давай. Где мы все сядем и будем вязать балаклаву. Давай. Я подошла к маме однажды осенним вечером, говорю, когда была в гостях у мамы, и говорю, мам, ты же... Дай ногу. Ты же вяжешь, ну, прям вяжешь. Она у меня, она прям вяжет, она прям, знаешь, с ветра такие делала, с узорами, прям с косами, с какими-то здоровенными. Я говорю, мам, ты же вяжешь? Она такая, ну, типа, да. Научи меня вязать. Такая. Ладно. Ну, слушай, у меня есть только вот сейчас, типа, 15 минут, а потом я занята буду. Давай я сейчас покажу быстренько. Давай. И она делает вот так. Ну, смотри, короче, ты берешь вот так. Так. И все сделала за меня. Целый носок за меня сделала, понимаешь? За 15 минут? Ну, типа, за какое-то там время, не за несколько заходов, но она просто, она показывает, делает, и мне вообще не дает ничего. Просто все, все сделала за меня, у меня на глазах, и ожидала, что я, посмотрев, научусь. И потом она ушла, отдала мне этот носок и говорит, вот теперь сделай такой же. И ушла. И все. И я дальше просто с... Ютуб, как набрать петли? И мне пришлось искать всю информацию в открытом доступе. Естественно, второй носок получился не таким, какой первый, а не разных размеров, а не разной формы. Начнем с того, что изначально я умела вязать крючком. Насколько умела, насколько давно? Слушай, давно. Где-то в школьные времена бабушка мне что-то показывала, и я вязала какие-то суперпростые штуки, типа вот это вот по кругу. Салфеточки? Нет, я вязала, это вот максимум был вот эти вот действительно подставки. Ну, подставки, салфеточки, я бы это имею в виду. Да. Я хотела сумку сделать. У меня была точно такая же история. Я сначала сделала... Я ничего не понимала в нажиме. В натяжении. Насколько нужно затягивать, насколько не нужно затягивать. И вот я сделала одну часть суперзатягивая, потому что я такая, оно развалится. А вторую... Ну, то есть одну стенку такую сделала, а вторую я такая, что-то я слишком затягиваю, надо немножко полегче. И в итоге у меня одна панель в два раза больше другой, при том, что это всё одно и то же. Я очень много времени на это потратила, и всё, и всё впустую. Вообще, мне было очень обидно. Да это до сих пор обидно бывает, когда случается. Когда ты лишний ряд провязала, до сих пор обидно. Да, это факт. Не хотелось учиться спицам. Я думаю, что просто не хотелось опять ничего не понимать. Я откладывала эти спицы как могла. Сразу же их окрестила какими-то дурацкими. Вообще, я считала, что крючок — это вещь, а спицы — говно. Мне кажется, мы даже с тобой обсуждали это в какой-то момент. Я помню, что ты говорила эти... Да. А потом я поняла, что мне не нравится делать одежду крючком. Она странная получается. Она вообще на кринже немножечко как будто бы. И оказалось, что спицами вообще несложно. Хотя вот со стороны, когда смотришь, думаешь, там что-то вообще безумное происходит. А потом оказывается, что там вообще всего ничего делать надо. После того, как я с огромным трудом справилась со всем своим стрессом после переезда, я решила, что называется, заполировать своё хорошее настроение поездкой на Ладогу. Мы нашей большой компанией, две Кати, одна Шуля с её таксой «Очи», Владик, я и Буся решили поехать на базу отдыха в 15 минутах от Приозерска. И вот как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Если честно, поездка на Ладогу была лучшим решением за последнее время, потому что я очень мощно разгрузилась, очень хорошо провела время. И что самое интересное, это была супертрезвая поездка, супертрезвая. Я пила безалкогольное пиво, потому что у меня всё ещё месяц безалкоголя, который, кстати, вчера завершился. У Шули и Кати тоже свои причины были, чтобы не пить. А Катя с Владиком просто ночили иногда, попивали обычное пиво и радовались жизни. И это реально было очень круто. Я всем советую хотя бы раз съездить на природу и не упиваться там в хлам. Я думаю, вам понравится, потому что мне очень понравилось. А ещё из прикольных новостей у меня целых 5 коробок хумуса дома. Я не знаю, что с ними делать, но, как вы можете понять, в ближайшие 2 недели я буду питаться только хумусами с морковкой. И я только за. Не знаю, что с ним. Хумусами. Я ищу. Пошу, я кушаю. Пошу, это как-то из-за неволон. Да, я плачу и ем персики, чтобы не плакать в полдюдадцатую ночи. Мне не стыдно, вообще не стыдно. Мне грустно. Субтитры сделал DimaTorzok